соединение так ну все сейчас должно работать ребята дорогие мои извините но извините друзья мои просто технологии так далеко шагнули вперед что мы собственно не успеваем шагнуть так же быстро как эти технологии сейчас секундочку я просто проверю подключается ли а андрей чтобы несколько раз не 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 говорить одно и то же наверное 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 подключается сейчас секундочку так ждем андрея ждем андрея ждем андрея по-моему сейчас будет работать кстати кто знает если сохранен прямой эфир допустим а ты еще раз входишь в прямой эфир то человек может включиться к прямому эфиру или нет я выложу прямой эфир с кристиной да ребят еще раз давайте еще раз я приветствую вас дорогие любители хорошего кино в нашем маленьком киноклубе кинофранк спасательному так сказать киноклубе вот непростое время карантина и все-таки знаете так шагнули технологии что мы мы с андрюши не успели шагнуть вместе с этими технологиями андрюш если ты меня слышишь нажимай пожалуйста вот на вот этих вот двух человечках на две рожицы его два человечка видишь у тебя внизу вот на них надо нажать и тогда ты по автоматику не автоматически но подключаешься как бы ко мне вот здесь два человечка вот тут вот внизу видишь андрюш вот здесь вот странно мне пришел меня видит но не знает как подключиться ребята почему так сложно объясните мне странно так хорошо давайте я сама найду андрея 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 что его нету не знаю вот андрюша ты здесь ты здесь смотри вот там вот там 22 видишь так вот дорогие друзья значит прямой эфир с кристины бабушкина завтра я сохраню в hdtv сегодня тема нашего прямого эфира это культовые мужские образы в кино и с кем мы с вами будем сегодня говорить как не с человеком который не понаслышке знает что такое быть культовым мужским образом кинематографе конечно я говорю о фильме бумер фильме на котором выросло не одно поколение и герои потрясающие которые ну то есть короче говоря ребят все я подключаю андрюшу замечательные актеры театра кино режиссера телеведущего и многодетного папу андрея мерзликина здравствуйте да меня слышно я потому что ничего не это не могу никак набраться опыта ну здрасте всем здрасте здрасте волновался потому что не понимаю как пользоваться впервые вот меня видно хорошо да слышно у нас ночь дворе не знаю доброго время суток всем кто значит там присоединяется я так понимаю у нас разные камчатка калининград кельсберг ну какой у нас формат какой саж будет как у нас это ну во первых да во первых я хотела тут я знаешь я сегодня думала вот мы с тобой когда говорили по телефону я ты знаешь подумала что вот поскольку когда ты маленький когда ты ребенок для себя вот эти вот культовые образы кино они как-то ты более впечатлительный ты больше впечатляешься вот этими вот кинообразами а когда ты вырастаешь то как-то немножко легче это воспринимаешь вот если мы пойдем допустим от твоего детства вот в детстве какие какие первые вот эти вот кинообразы для тебя были наиболее такие впечатляющие но я думаю что вот значит нам для начала для разговора лучше разделить понятие культовые как бы культовые бывают для конкретно одного человека или культовые в чем в принципе является смысл слова культовые это когда этот образ и это явление влияет на целые на одну зрителя на всего народ страну мир отсюда идет целый культ человек по которому люди следуют повторяют или копируют и он и вдохновляет грубо говоря оставляет след в истории в культуре там через 10-15 даже 20 лет иногда мы вспоминаем того или иного героя либо для всей страны либо для кого-то конкретно у меня есть примеры как и у любого другого человека людей которые повлияли на меня одного остальные может быть там как так мимо прошли и и не был тот или иной персонаж или образ столь заметен как меня бывает что также я как и вместе со всеми рос или там находился под глубоким впечатлением и влиянием от того или иного явления в искусстве кино ну безусловно просто если правильно брать как бы детство откуда мы все как бы рода откуда ноги растут и любое желание там пойти работать в кино уж тем более разбираться в кино следовать кинематографу то конечно мы все выросли так случилось что мы советские дети выросли на советских фильмах слава богу советский кинематограф был богатым и слава богу у него было очень много ярких актеров героев но несмотря на то что общее какая-то нравственная доктрина объединяло людей сложно было из нее выбиваться тем не менее мы всегда понимаем что культовый герой как раз какие-то люди которым удается выбиться из общего потока вот или наоборот ему соответствовать но быть таким хулиганистом в детстве я помню одно конечно совсем маленький первые скажем так действительно просто чему культовым образом которые повлияли на всю страну я не побоюсь этого слова потому что это смотрели все это был такой фильм приключение электроника значит приключение электроника где хоть их и два брата близнеца мы все были на стороне этого хулиганистого этого совершенно отвязанного молодого человека который как и все школьники советского союза и нынешней россии говорил слух то что другие стеснялись мы не хотим учиться нам хочется гулять у него у единственного ребенка в советском союзе я как сейчас понимаю был гараж у него был мопед в гараже висел гамак гитара и это был символ образом какой-то совершенно другой жизни если думал кто эти люди где они живут в какой стране но очень-очень хотел познакомиться подружиться вот с таким вот значит тот сыроежкиным но у него повезло что у него появился такой брат электроник который совершал все эти чудеса и вот эта пара она настолько так повлияло на нас всех что мы смотрели этот фильм запоем любой повтор бежали все бросали личные дела чтобы еще раз посмотреть действительно все эти песни все что они говорили все это попадало каждого из нас и даже такой отрицательный как бы персонаж который сыграл блестящий николай карачинцев который там своего сам своего рода является культовой фигуры того времени культовым актером он запомнил сам все урий урий где у него кнопка говорил владимир басов сейчас я вспоминаю свой как ни странным детям решил показать он уже конечно смотрится совершенно для современных детей непонятно потому что это мы как будто на марс все улетели там какая-то другая жизнь другая школа другие дети и но у наших детей также нет гаражей с гамаками мопедами в столь юном возрасте и какой-то совершенно такой развязанный образом жизни таким вот это вот первое наверно когда я понял что ну как бы было два больших сериала которые прошлись катком это мушкетеры и вся страна смотрела вот но я имею ввиду для детей повлиял что все брали в руки палки и потом еще лет десять-пятнадцать фехтовались на улице и вот электроника это вот такое впервые могу сказать что это культовые образы я пытался размышлять что же на меня повлияло вот а потом уже стало скажем так заходить что называется взрослое кино и заходило но в советское время как ни странно я тоже буду краток это была большая эра где-то лет десять но это была блестящая эпоха индийского кино в россии советском союзе индийское кино ворвалась и прям заняла уверенно эверест со всеми песнями со всеми этими наивными индийскими сюжетами которые мы промахивали потому что мы смотрели все ради героев которые дрались как даже не знаю чем сравнить это к нам ворвались фильмы мести закон сам рад но и конечно блестящий фильм который всем запомнился я смотрел этот фильм сквозь окошко кинопроекторный меня брат работал кинопроекторный двоюродный в городе тамбов и мы смотрим жердевки и мы смотрели значит через окошко кино так называемый танцор диска где мы все познакомились с блестящим исполнителем чакроборти который ходил и сломал кирпич и потом вся страна бедная значит пыталась сломать кирпичи все после фильмов дрались за клубом у нас был поселок но на есть поселок ткацкого ткацкий поселок и там был маленький у нас клуб где вот там 10 копеек детский 30 копеек взрослый сеанс мы платили и изучали на 30 дней висел там сентябрь октябрь расписание фильмов и вот индийское кино отдельно было выделено мы все ждали платили по два по три раза смотрели зиту и гиту что-то невероятное плакали и выходя все делали кия кия ну вот что такое ки сколько людей просто там себя проявляло но опять же это длинный разговор это как бы эпоха то что скажем все равно еще нельзя сказать что пришли какие-то культовые герои которые стали значит на тебя сильно влиять первым таким наверное мощным по-настоящему вот какой-то там в эпоху возрастания неожиданно с перестройкой появились видео салоны вот и с этим видео салонами в наш мир ворвались ворвалась западное кино так называемое американское кино голливудское кино где вообще новый кино язык совершенно другой способ существования актеров какие-то совершенно иные темы фантастика и боевики все круто конечно но появление брюсселя я думаю что с такого замечательного героя я думаю что это было одинаково что для самой америки что для всего мира что действительно для значит переживающий крах советский союз и разорождение новой россии брюс ли это стал таким действительно мировым культовым персонажем то что мы даже к нему относились не как актеру потому что ну какой он актер актер это тот кто может пойти что-то сыграть а он и им был этот брюс ли нам все равно как его звали в герои фильмы там у него в серии к серии менялись имена но для нас он все равно было это был брюс ли мы только меняли название фильмов там дакон убить драгона и дальше 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 но всем мы поражались во первых его умение блестяще владеть своим телом драться и драться не просто безумно кито количеством людей всех их ему удавалось победить и этот кошка с правильными принципами с правильными какими-то понятиями добра и зла и вот он всех защищал всех побеждал и крылатая фраза доска не может дать сдачи вошла в наш обиход вот я сто процентов могу сказать что вот дрюс ли вот такой действительно культовый персонаж но я не претендую как бы за весь мировой кинематографе нет нет он культовый даже и не только в кинематографе ведь он сделал какую-то свою абсолютную технику кунг-фу отдельную это целое течение у него были школы были последователи ученики то есть этот персонаж он даже пульта вообще просто в истории мне кажется даже даже больше чем просто кинематограф вот ребята вот пишутся какие-то но я хотел сказать что конечно это все то что у меня общее впечатление от того что происходило вот как бы конечно были какие-то фильмы какие-то роли которые как влияли только на меня одного и они как бы заходили и они скажем так меня формировали это то чем потом я со временем как оказался научился пользоваться вдохновляться и эти фильмы они так и остаются скажем так жемчужинами и я их кому-то там называю они для некоторых как бы никто ничего и и оказывается и не смотрел и не видел и ничего так же остался таким же прекрасно замечательным человеком все это как бы вот было в детстве мы смотрели вот как ни странно сейчас мы вперед двинемся как бы мы можем говорить действительно долго том советском кино в котором мы выросли и плеяда замечательных советских актеров которые претендовали бы если бы их знал бы весь мир быть мировыми звездами но они были действительно легендами вот культовыми легендами там советского кинематографа про них можно долго ярко говорить вот и но все таки если наши разговора идет о формировании лично мое да именно да так случилось что в перестройку вот именно я работал видео салоне и рисовал афишу был художником за это мне бесплатно разрешалось смотреть мне надо было нести этот пресловутый рубль выпрашивать у родителей и там платить и выборочно выбирать что за что мне все сеансы были бесплатно что я и делал у меня есть записная книжка где-то и 365 дней в году я за год посмотрел около 380 фильмов в принципе наверно можно сказать я записывал записывал все что я смотрел чтобы не ошибиться но там много дурацких фильмов допустим мало кто так и был горячая жевательная резинка там по моему не знаю серии 30 это был какой-то совершенно новый трэш такой молодежной комедии там или там полицейская академия вот тоже ну что это вот ну там конечно пришли фильм ужасов первые первые там фильм эротик какие но все что такое интересовался но стал порадоваться и серьезно кино как ни странно первый по настоящему культовый фильм я посмотрел в кинотеатре он вышел с некой ограничительной цензурой но тем не менее фильм однажды в америке я смотрел за деньги я смотрел в кинотеатре это было для меня помню первое такое по-настоящему когда по что кино это не развлечение это не кия это не карате это не танцор диско это становление эпоха и абсолютно это забываешь про себя ты погружаешься в героя и потом понимаешь что ты выходишь и говоришь сам себе ты уже не будешь прежним ты другой вот так это было с рядом фильмом которые совершенно не для меня сейчас непонятно почему я их смотрел в советское время вроде бы считал что тогда нельзя это было сегодня нет я все смотрел легенды на рояль и смерти диасбергов и однажды в америке я вышел именно в год когда он он вышел от всех мировых кинотеатрах и я смотрел в поселке передавая текстильщица я тогда правда единственное что не понимал кто такой да не ну где актеры которые играли я и как бы для меня не 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 имели никакого значения тогда я просто запомнил фильм который на меня произвел впечатление потом уже как бы я их выделять это но я про сейчас как бы забегаю просто назад или вперед даже не знаю поэтому пришла вот вот это вот пара видео салонов где сразу же на нас вывелся целый культ как бы западных фильмов культа западных героев которые на наших глазах тоже формировались потому что все кто жили одно время все поймут что это такое было в одно время тут же выходит появляется фильм команда шваценеггер что бревно несет в начале фильма человек который удивили мы таких людей не видели людей группы мышц вообще не существовало это инопланетянин появился ну да у нас все занимались спортом но чтобы вот такой был такой фигурой никто даже понятие культуризма еще такой в чистом виде не существовал вот драться все понимали карате а вот нет и тут же выходит фильма рэмбо такой же чуть меньше но накаченный сильвестр столоны начинает просто побеждать там всех и мы ждем следующую серию все это брали за x и x все это условности моих татана главное моду и прямо так болели болели и тогда появилась раскол первый раскол в обществе которой я стал видеть кто же сильнее столоны или шварцнеггер и я понимаю что вот пульте ну знаете как психотип как тоже любишь собак больше или кошек часть людей за шварцнеггера час людей за столоны в чем психологическая разница я сейчас не берусь судить но людей прям разрывало параллельно там цой или алиса кинчих либо цой группа кино тоже на улице можно было неправильно ответить и получить по шапке и тут же параллельно столоны шварцнеггер тут же значит появляется чак норрис который дерется в одной из картин с брюс ли все опять новая пара появилась он джеки чан ворвался здрасте приехали еще этого не хватало тот вообще там показывал чудеса акробатики мы любили смотреть значит кадры где он в конце там показывают нарезку действительно падает скорые ломать перебирает и собирает каскадер что это такое но тем не менее я сейчас называю фамилии культовых людей культовых актеров причем заметьте каждый из них далеко не тот понятие актер который мы вкладываем актер это тот что кто умеет играть это крутые нет это именно приходят люди которые к актерству имеет самое посредственное отношение самое никакое можно сказать все случайные люди и шварцнеггер из культуризма пришел из талона вообще пришел из порнографического кино пришел тот же самый джеки чан каскадер и брус ли значит один владеет единоборствами но эти люди каким-то вот усилием духа стали личностями и личностями которые смогли вот влиять на окружение что они вышли на такой высокий уровень что стали снимать кино зритель стал смотреть а уж после фильма я извиняюсь меня рокки когда и оскара получил сразу же но представляете из порно актера считает становится получается мгновенно ну номер один это вот такое американское чудо когда человек сам себе сделал и вот и пожалуйста снял фильм мечта потом уже был целых продолжение много фильмов более того когда пришло вот это вот видео салона кино конечно страна была в таком неком переходном периоде называли его безвремени или как называется чернуха снимали очень странные фильмы по большому счету кино российского не существовало но существовало в таком странном виде как правило там смотреть было но нечего так поэтому все культовые персонажи на эпоху возрастания это были вот герои видео салона ну и дальше уже как говорится мы пришли к тому что стали сами работать сами работать в авгике мы стали уже получать образование и вот получение процессе обучения образования стал действительно сознание понимание того что значит классификация систематизации и как-то смог неожиданно внутри для себя выделять что же для меня дорого что для меня важно стал знать фамилии людей и для меня уже было не противопоставление шварценеггера извиняясь против стола а уже кто круче аль пачино или де ниро мы в жизни появились во первых культовым людям становится как правило люди с отрицательной какой-то биографии появилось криминальное кино то что сделала сага крестный отец она превратила и саму картину в легендарную культовую на все времена на все для всех поколений это что в нашу жизнь ворвались герои не просто с улицы а блестящий высокого уровня именно уже актерское существование как искусство как высокая планка когда ты не понимаешь как они ты делают но ты находишься под каким-то а то крупно планы глаза актера круче всякого карате брюса или просто ты не можешь оторваться потому что что-то мистическое с тобой происходит и крупные планы как наш олег даль который крупными планами заставлял переживать всю страну и впервые увидел глаза значит аль пачино или де ниро который также ворвался фильм таксист культовое кино родила культового персонажа этот культовый персонаж стал ассоциироваться с актером его заменитый монолог монолог который но практически каждый уважающий себя кино значит человек который любит или киноман разбирается этот монолог для него является как бы символом всего творчества и скорсеза и в данном случае и де ниро и и мы недавно видели фильм джокер который является абсолютный такой эхом картины таксист и абсолютное такое как бы вот повторение попытка его такое возрождение культового образа но вот де ниро стал действительно актером именно культовым актером где бы он не появлялся мы все смотрели бешеный бы здравствуйте вообще не понимали как от одной картине делать успешные кино образы которые становились культовыми ну конечно однажды в америке тут же крестный отец где после ну опять как марлона брондо назвать по другому духу величайший легендарный культовый актер там же такая история была что даже продюсеры были против они не хотели марлона брондо потому что он был тогда начал начал тогда он пил и был как-то в общем-то не очень они были против а кто не пьет да а кто не пьет мы мне плюнули в душу вот и более того продюсеры даже на аль пачино достаточно катили бочку потому что говорит что мы не понимаем где он играет он вообще ничего не играет и когда копыла им показал вот эту знаменитую сцену где он сидит в ресторане помнишь аль пачино где он потом идет в туалет потом убивает вот этих вот помнишь там в начале да 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 и когда вот он сидит уже такой смертельно зеленого вообще цвета потому что ну как бы надо сейчас их убить и вот тогда несколько теперь мы понимаем а так они были против удивительно причем серже ли он же отказался снимать крестного отца и потом страшно об этом жалел и через много лет снял как раз ему как много лет через некоторое время снял как раз однажды в америке но опять же вот мы говорим говорим понятное дело что запад но вот этот час немножко сказал про крупный план олега дали и дальше все таки я хочу вернуться к тому что неожиданно пришло ксадок осознание того что детство а потом оказывается что ты рос на таких фильмах которые тебе действительно сформировали но ты об этом не знал и чем отличалась потом моя школа и тому чему учились в отделении того что способ существования скажем там западного актера американского совершенно другой вроде бы все то же самое камер мотор начали играем то чем ты работаешь выделяется и когда ты неожиданно понимаешь что вот школа того же там денира аль пачина она близка к тому что ты вырос и ты потом через по действительно культовые персонажи когда ты видел крупные планы когда весь смысл был в глазах и ртом произносились очень важные короткие реплики там повторял а потом вся страна эти страны эти фразы были крылатые и так мы вот знаете даже вот штирлис вот с одной стороны только поп-культура абсолютно кино было популярнейшее но вячеслав тихонов это было ну это назвать культовым не знаю это фамилия даже не знаю как определить уровень 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 популярности это такого зашкаливающие любые понятия культовые но он был популярным актером наши разговоры все-таки про культ он не декларировал никакого культа советский актер это блестящий человек который вот исполняет роли дальше остается в тени он не несет не старается быть там в жизни каким-то там определенным то есть мы потом изучаем их жизнь скажем вот олег даль был более наверное именно близкий к культу он у него было мировоззрение отдельно он не был просто исполнителем и он был тяжелым актером для режиссера потому что он требовал сотворчества и в этом было вот столкновение его внутренних противоречий нервоззрение с любым кто был на площадке я не могу не сказать что по-настоящему культовым для страны для меня был владимир высоцкий мы про него сегодня можем сказать только не просто не то как про пи поэта барда исполнитель своей песни но именно человек культа потому что это чистый был культ с последователями с поклонниками до сих пор и это был не просто культ извините меня построена на каком-то мифе а это абсолютно стопроцентное русское искусство русская культура которая была воплощена в текстах в смыслах и блестящим на мой взгляд исполнение хотя опять вот я высоцкого тоже то есть он не актер который как бы дом там должен был выиграть может быть даже находились я уверен были такие люди которым ну там по-разному относились к его творчеству скажем так в театре вот но то что в кино я думаю это конечно это были именно образы эти были культовые шеглов это конечно вершина эверест творчество кино творчество высоцкого и поэтому мы не можем не сказать про про таких актеров но промо про магию извините меня янковского я говорить тогда не могу я стал и понимать только уже когда стал актером но мы же все равно под подневольно и янковский я буду и леонов что-то попанов и всегнеев это люди которые влияли на нас и мы как-то даже наверное и не осознавали этого но мы росли на тоже о чем они говорят эти фразы которые они произнесли это было всегда очень важно был приемахов такой замечательный актер режиссер болтнев мой друг иван лапшина столько картина германа повлиял на меня что именно я андрей болтнева запомнил думаю ничего себе какое лицо вот из таких вот есть поп культура есть рок такое вот скажем андеграунд вот тоже среди актеров и среди режиссеров есть такое разделение когда люди не стремятся за мега популярность но отсюда они не становятся скажем так менее значимая иногда даже больше какая-то недоступность тайна делала из людей именно культовых людей и конечно и были в советском союзе и в российском кино и я к ним еще вернусь я пытаюсь очень быстро все говорить я четко пытаюсь сформировать все эти мысли я не знаю сдаю я сейчас экзамен или нет но я пытаюсь конечно быть и предельно искренне открытым вот и к сути я перейду чуть впереди к сутями сквыжемки когда наконец-то если мы зададим вопрос а если хит парад я готов ответить и тогда уже могу расшифровать все остальное потому что как вы понимаете не не на одном чакрапорте мы выросли и не только электроник нас создал и не только индийской и там скажем так брус ли шварценеггера то внать подумают что мы выросли из шварценеггера нет это я рассказывал вообще про природу отношения к появлению культовых людей а те люди которые тебя формировали оказывается мы не сразу понимаем и а потом они вырастают таких титанов который кажется вот она как и вся шелуха отпадать но она не шелуха но место что-то неважное отпадает и оказывается кристаллами в твоем сердце живут люди имена которой уже давно с тобой были но только сейчас ты для себя его открываешь заново и теперь уже он никуда никакой ветер уже это не сдует это уже с тобой навсегда и фамилии этих людей по большому счету они являются для меня наверное ну вот который я то могу пересматривать смотреть удивляться до сих пор не могу разгадать как же они работают как же они это сделали как-то в жизни случилось что у них была вот такая картина и я не могу отгадать это или это загадкой живет и я уже перестал над этим я просто понимаю что это есть то что вы выходит из общего наверное общего какого-то такого потока общий поток нужен и необходим для того чтобы оттуда что-то иногда вылетало и становилось потом на все времена на все столетия вот поэтому если есть какие-то вопросы я думаю уже можно отвечать то что то что многие сейчас скажут как же вы там пропустили ага ну подожди брюс виллис крепкий орешек я помню кстати брюс виллис крепкий орешек потом клинт истуд клинт истуд это отдельно это действительно культовый персонаж именно в силу того что через кино вестерны спагетти вестерны да из простого вот он как раз именно актер актер просто актер который стремился вырос фигуру которая после смерти серджио леоне просто как эпитафия стал режиссером и не просто режиссером внутренне посвящая все свое творчество своему учитель серджио стал ну на мой взгляд одним из ну наверное удивительных блестящих просто еще культовых режиссеров причем режиссер который исполняет сам главные роли это вот это вот радж капур такой был мы в индийском кино сам играет сам поет сам снимает бродяга пожалуйста потом так думаешь как же так и потом вот к таким еще наверно вернемся и это просто боюсь сейчас назвать одну фамилию которая в хит-параде у меня есть я думаю что мы сейчас перейдем к этому скажи пожалуйста вот ну вот например клинт истуд совершенно да гениальный актер и все и действительно он играет в своих фильмах у тебя не было такого ну вот желания ну как бы найти сценарий который бы тебе нравился и который бы ты хотел воплотить как режиссер и сам в общем-то в нем сыграть или ты считаешь что ты как-то очень опасная история много чего хотелось бы просто так ничего не думаю все этого хотят просто вопрос пищевой цепочки мы являемся теми кто мы есть если бы мы умели бы писать сценарий снимать кино наверно мы уже давно это делали более того я в этом участвую участвую и большинство своих лучших картин которые у моей жизни если они все были дебютными сняты дебютантами а дебют дебютная картина это когда ну очень много происходит в со-творчестве да мы вместе что-то делаем и ты чувствуешь просто причастность к общем этому процессу и потом не без гордости вспоминаешь эти дни секунды это как бы самое то что является такой эйфории киношной и молодежной когда ты адреналин получаешь от самого процесса или хочешь всякий раз это повторить потом приходит уже зрелость ты играешь тоже даже идешь на площадку тебе даже уже как это уверенность знаешь что как делать и ты понимаешь набивается оскоминное это даже как-то начинаете раздражать потому что хочется поймать вот этот вот как у значит у серферов волну этот момент удержаться 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 и проскочить это делать мол чего хочется но здесь мы живем работаем как говорится полагаемся на бога чтобы все жизнь не обучался не на что я боюсь размышлять мне слава богу все 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 столько картин и столько разных и ролей и жанров и режиссеров прекрасных и разных в разных разных и по статьях попробовал все нравится это но все равно есть что-то что скажем так для меня недостижимое я тянусь смотрю и хотел бы немножко к этому приблизиться если вы позволите я просто скажу сразу вот есть пару таких моментов которые связаны с просмотрами некоторых фильмов которые потом заставили меня пересмотреть вот я так же как и все смотрел фильмы с микки рургом ну был и были такие фильмы там сердце ангела ну сердце ангела там смотрели эти фильмы которые связаны там с половиной недель до фильм ковбой мальбора ну был и был комикки рут ну я образ знал как и нравился нравился а потом наступил момент я посмотрел первый фильм дебютный бойцовская рыбка и тут же посмотрел фильм который я посмотрел буквально недавно лет так шесть-семь назад уже ну ну как это называется я разбирался в кино и смотрел и в мою жизнь врывается прямо единоразово сначала святой франциск там врывается картина пуля написано кстати по сценарию сам микки рург после этого я смотрю фильм пьянь снятый по роману шарльза буковский барк флай и для меня гром среди ясного неба раскрывается совершенно не голливудский человек не голливудский актер даже не американский какой-то это какая-то иная природа я даже однажды просто сказать хоть русский человек потому что он вообще не смысле русский с точки зрения русской культуры а смысле так безжалостно к себе настолько беспощадно по отношению к себе к своему имиджу к своим ролям к своей жизни вот я скажу грубо он сам это сказал мне понравилось что он правильно сформулировал человек который готов просрать свою жизнь каждую секунду он ее забирается по ней тут же все это но фильм пуля фильм пьянь я увидел во-первых какие темы его беспокоят что его внутри это и христианские и общий морально-нравственные и глубокие какие-то совершенно невероятные социальные потрясения когда он берет и сталкивает разные социумы что именно микки руку дается блестяще и точно раскрыть суть святого франциска именно у него честно искренне получается смотреть на человека заключенного который ищет правде и статей отношений с матерью и то же самое мы все не понимаем почему главный герой фильма пьяча ну вот мы их бомжами тут называем вся страна отвернулась вообще не может быть главным героем а я сидел и думал господи я пришел я хотел бы это сыграть если вы боитесь это сказать он играет а я завидую единственному человеку в мире сейчас фильм с которым я смотрю он играет эту роль который в принципе я хотел бы сам к ней хотя бы чуть-чуть прикоснуться и но он уже это сделал и я понимаю что через вот это падение показывает букет преображение человеческого духа и когда не каким-то лозунгом что не важно материально важно духовно оно становится абсолютно буквально декламируется когда не суди ты по обложке по одежке а в конце появляется блестящий вот такой перевертыш и как говорится чем удивлять будем а вот этим удивлять и будем и эти фильтры бесконечно миллион раз могу пересматривать и получать такое же удовольствие и меня это микки рурк для меня также было здорово радостно когда вот он вернулся с и он рестлер даже получил какие-то там награды замечательные я обрадовался что вот он после спортивной карьеры изуродованный весь уже это не тот который любили красавчик весь своем неделе это нигде ким бессенджер и поцелуи кстати говоря мне удалось немножко познакомиться я блестяще сам когда мы разговаривали тут многие спрашивают андрей вы выпиваете да я тогда выпивался микки рука мы выпили много вот и он много рассказывал но когда я когда я взял автограф на диске святой франциска и говорили про фильм пуля было все хорошо пока не спросил про 10 плей но у него внутренняя идиосинкразия к этому фильму это единственный шаг который он жалеть до сих пор что он не должен был сниматься фиктор принес ему мировую известность и мировую славу он стал номер один его звали во все ведущие проекта другое дело что он их про срал блестяще но тем не менее именно эта картина принесла он ее ненавидел потому что он читал попсовый она он не понимал и ну вот это вся слащавость и сладкость которую из него сделали его просто вот до вот этого дела второй такой сравнение могу сказать одно что блестящий артист леонардо дикаприо понимать сколько существовал с 13 лет снимался в таких фильмах где там уже миллион остров надо было выдать уже все сделано там 30 там уже оскар в квадрате надо было выдать и понимаете появляется титаник и я понимаю насколько сейчас тогда было для дикаприру был шаг назад такой актерский человек который может все играть совершенно другой уровень актерского существования и но он ему приносит то что приносит вот это мир актер номер один блестящее вот идеальное попадание и становится титаник приносит для меня вот какого-то мекки рубрик а девять с половиной недель так вот титаник для дикаприо дикаприо конечно актер другого дарования вот он чистой воды актер в жизни мы не скажем что он в жизни там что-то такое сделай мы знаем крутой чувак да мы не знал как мыло кусок жизни мы не знаю какой такой вот хороший тип российского русского актера потому что требовали что ты на улице не должны узнать что прошел актер даже не обернулся в жизни такой что-то такое мыло все мы не могли понять а ты вышел на сцену бас преобразился вышел в кадр бас что-то другое появилось вот такой вот микки рук другой этот в жизни абсолютно вот два культовых тоже таких вот с одной стороны актеры и персонажи ну вот я очень люблю дикаприо но в хит параде людей которые меня формируют формировали и я их называю для секундами конечно выигрывает микки рук я помню про микки рук как ты рассказывал помнишь на наши первые встречи в кино на кино тесте на съемках до медик с пепла и тут же все прозрал да 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 дальше еще хуже конечно понесло это конечно у нас тут четыре вопроса от зрителей давай ответим первое вы тоже настоящий я пью чай тут спрашивают что пью я пью чай да как вам удаленный онлайн формат а впервые но здорово мне я боялся что будет задержка речи потому что нет тогда вот этого удовольствия прямого общения самом деле действительно я надеюсь я не мешаю спать своим детям а так все хорошо всегда смотрите фильмы где вы снимаетесь это как знак качества вашей роли ну дурацкое слово старайся но не просто каждый но дело в том что есть такой студенческий синдром когда на самом деле так кино относится как подарки до сих пор ощущение что тебе но когда позвали в кино это такая ну это это нереально как на марс улететь может быть и каждую роль ты играешь думаешь после этой роли люди разочаруются и поймут что ты вообще ну никакой ли не актер вообще скажем так много и ты вот это же она для тебя эта роль превращается в целый этап жизни после которой ты хотел бы как бы дать себе возможность двинуться дальше чтобы ну не разочаровать не то чтобы там понравится а именно куда-то вырасти чтобы куда-то дальше ну и двигалась какой-то задел каждый раз тему какую-то поймать для себя ну как бы я просто отношусь к этому серьезно для меня это как бы важно а дальше уже как сказать что предлагали вообще как бы так брался за очень многие картины которые наверное может быть и и не предвещали ничего такого наоборот были как раз аутсайдерами это мне нравилось но там были темы если мне нравилось и тогда можно было там можно можно сделать если уж не кино то роль бывает конечно удачи когда не просто роль но там еще и картина сложилась но вот например вот просто фильм бумер это же тоже дебютная работа правильно для всех нас для всех вас то есть каково это было ощутил ли ты вообще вот эту вот культовость на себе потому что попанов говорят попанов попанов мой любимый актер что ли да попанов это целая плеяда актеров которые как ни странно тоже мало кто знает это ли которые прошли войну да которые никогда не говорили и пришли в профессию в 38 лет как спутановский как попанов 30 и в стигне что что эти люди которые которые стали по мировым для нас это номер один так вот культовость ты ощутила или нет на себя скажи пожалуйста я там но но я-то попал в культовый фильм ну как нет ваши персонажи были культовыми на них росли его поколение и все димон димон и вот как ну то есть вот есть такое что до сих пор у тебя есть есть конечно есть и это связано в полноценной жизни в обыденной это соответственно никто не дает забыть никто не дает забыть это миллион значит это социальных сетях имя вот уже в следующем году мы будем отмечать двадцатилетие страшно сказать картины сидишь так думаешь ничего себе 20 лет а фильм то интересуется участок нт купил понимаете все права от нт просто какие-то там большие деньги заплатил для того чтобы то есть но они-то я думаю просчитывает риски потенциал значит они подлагают что этот фильм будут смотреть и дальше у меня вот себя настораживает в чем ну такая вот как бы сермяжная правда в чем там попало ну петь я понимаю попал время попал но помимо этого времени что-то там другое он нащупал простота искренность этих парней это удивительная правда они никому не собирается нравится они не герой который там все умеет все готовы сделать они более недалеки от каких-то успешных людей не не спеша не спешат к этому и поэтому их ну как бы отчасти жалко вот жалко вот по каждому по отдельности вместе взятых как целое поколение там прожил разрез другое скажу честно проблема думаю что судьба в этой карте была бы иная вот если бы не было выхода такого бригада и бумер одновременно такая история которая более того владимир там соединил завиченков две картины своей фигурой и у людей конечно до сих пор идет такой а там у сидорова немножко другой акцент там чистая такая романтизация такие джентльмены удачи по большому счету стремящиеся быть успешными самореализованными ну как тоже такой символ времени хочу много и сейчас и и идет жертва за это в нашем фильме вообще нет этой темы я не слушаю что лучше хуже она просто отсутствует там просто за пацана вписываются один попал в неприятность а не за ним вписать потом выясняется что это неприятность вот она какая понимаете ну и в жизни что так в этом и есть в жизнь что-то повидали они же понимают ну и плюс конечно петя родил потрясающий финал он совершенно разрушил весь кино язык который был до этого так не делали так не делали чтобы в конце весь зритель сидит в определенном тазике в который посадил его режиссер и он хочет выскочить из этого он не выскакивает он вместе с героем уезжает в этом тазике понимаете в этой машине и весь этот остановите времени то вы не то снимаете сценари машину сделать что надо почему так привычно так делали во всех фильмах за всю историю кинематограф есть законы финала и законы жанра ты должен сделать вот так и он так не делает и у людей ломается стереотип ломается то есть это даже с точки зрения режиссура петр сделал невероятный фортель такой который вот ну а дальше как бы нужно там было его только как бы оправдать и с точки зрения естественности сделать как бы перейти в разряд криминальной какой-то такой истории в разряд драмы человеческой как ну неожиданно раз такой финал и раз и все и закон как жизнь нашу мечтали думали делали друг другу там предложение впереди плану громадю раз и все закончилось как фильм вот так вот и было жизнь так и она так и была в те года данные сейчас так есть просто скрывает и люди так не живут сейчас культовой стене это все разобщенные все готовы умер три игра про кого снимать не осталось людей про который снимать нету этих общности уже люди там друг с другом договориться не могут в инстаграме выходить чтобы четверо кто эти люди нет русь-тройка этого гоголя еще вот это бмв как русь-тройка промчалась умер промчался по россии и так же как у гоголя кого везет чичкова мошенника так и здесь вот целое поколение погибших ребят один из них кто вывод кто выжил вот должен был совершить вот такой поступок за который вас меня очень сильно пытались спросить но сейчас действительно персонаж стал культовым это правда на ой саша яд на все это конечно ой что там год скажи один раз где беспредел не зликин ты красавчик береги себя вот и в игроке нужно удачу был фильм например игроки действительно вот конечно русская игра он назывался по пьесе гоголя того же ужаса вот конечно где душа отдыхала вот где хотелось сказать ну что же если бубер да бубер ну посмотрите такие фильмы есть такие замечательные там пытался роли делать ну видно как чтобы штирлиц для тихонова который блестящий со князя андрея у культовейшего режиссера сергея бондурчака культовейший вот кто культуру породил после культуру первый оскар принес допустим с оскаром киноязык родил война и мир эпоха 4-5 лет две клинические смерти рождает глибут вот так вот кто это такой там все большие режиссеры просто говорю что это такое влияние на целую мировую кино культуру только культ это который меняет культуру или там воздействует на нее сергей бондарчук в этом году столетия двадцать пятого сентября будет вспомним если бог даст будем вместе действительно вот культовая фигура кто снял войну это культовая картина культовый режиссер тихонов князь андрей пожалуйста только штирлиц его затмил и но мы вернемся к моему хип-параду давайте к параду вот скажи да вот прям вот топ 5 иначе все будет без смысла ой ногой занял 5 вот твоих топ 5 культовых мужских образов кинематографа именно можно не 5 а 3 чтобы оставить время на расшифровку 3 записываем но одного я расшифровал микки рурк я уже сказал да дальше для меня как бы является уже личностной но я думаю что я понимаю что меня поддерживают все остальные по-настоящему культовой фигурой являлся является являетесь на все времена сергей бодро до человек который создал культуру и в кино и вне его существования это не актер не разу и который всю жизнь был слух что он не актер но исходя из этого так трепетно относился к тому что он делает входя в кадр это было актерское мастерство и актерское существование но совершенно другого другой интонации это ближе к какому-то искусству тогда еще не было эпохи когда было модно играть не играя как сейчас большинство актеров что-то бурчат под нос играет ничего лица нет глазах не отражается просто дают текст и это считается как бы новая эпоха существования актеров кино она может кому-то нравится или нет но такая данность это тренд а когда-то это был как вид искусства и самое главное то что в его судьбе судьбе образованно интеллигентнейшего человека появилась плеяда ролей которые позволяют нам говорить о том что он выстроил через свой опыт и создал действительно из себя фигура которую мы не просто ждали или как-то относились но со временем стали называть культовые фигуры соответственно вере с ним и по-настоящему стал этот фильм брат и брат 2 брат это сделал его культовым и такая рок и брат 2 это поп культура сделал что называется сделал из этого образа такую поп культу поп фигуру популярного героя который просто еще наполняет этот саундтрек и песня стал просто разорвал все наше сознание и и данила багров просто стал представителем целого поколения но за этим стоял сериал бодров да режиссер балабанок да все что вокруг стоял и его отец сергей бодров и старший и но тем не менее за этим все равно стоит тонкая ранимо чувствующая и резонирующая фигура и я теперь сейчас понимаю что наверное когда мы в школе проходили поэтов или писателей безвременно ушедших на которые были пультов персонажами людьми своего времени пушкин лермонтов они все рано уходили мы про это говорю где-то давно когда-то давно и так уже не бывает и вообще мы живем в какую-то эпоху я давно все материально уже ничего не живет с этим вас происходит то что происходит и должно произойти сейчас при всей трагизме и я наверно все равно понимаю вот сережа ушел так вот еще так ушел так господь забрал так что причем знаете вот мало кто знает у нас в картине связной сергей бодрова работала более большая часть или даже большая часть молодых ребят и девчонок которые снимали картину бумер и они картину не видели они в 2001 году мы сняли и они уехали все в крамадон сергей бодров посмотрел рабочий материал картину бумер и посмотрел сказал я хочу работать с этими молодыми дебютантами ну понравилось то что он видел в кадре поэтому взял оператор постановщика даниил гуреевич ну соответственно с светиками соответственно с гримерами люди и которые вместе с ним ушли в нибудь но туда откуда не возвращается но они все стали бессмертными для нас вот и конечно мы ассоциируем зрители ассоциируют крамадонскую драму как с уходом фигуры сергея бодрова но для нас всех конечно эта драма потеря своих близких друзей по-настоящему людей которые могли бы просто потом стать большими большими блестящими профессионалами вот но сергей бодров она та фигура которая по-настоящему без всяких и кивоков повлияла